Российский рынок автомобильного кредитования не смог достичь новых высот. Напомним, в июле банки выдали более 82 тысяч автокредитов на общую сумму 64 миллиарда рублей, что стало абсолютным рекордом для нашей страны. В последний месяц лета количество выданных кредитов упало на 20% для новых и на 7% для поддержанных автомобилей, сообщает агентство «Автостат». Это если сравнивать итоги июля и августа. До прошлогодних показателей не хватило 6%. Возможно, в сентябре автокредитование выйдет в плюс. Тем более, что государственные программы продолжают свою работу. По данным Минпромторга, бюджетных средств хватит на покупку гражданами еще 80 тысяч автомобилей. Между тем, проследить популярность льготных автокредитов можно на примере марки Hyundai. За три летних месяца ими воспользовались больше 15 тысяч клиентов, которые приобретали кроссоверы Creta и седаны Solaris. Напомним, что государство субсидирует 10% цены нового автомобиля не дороже 1,5 млн. рублей. Для жителей Дальнего Востока субсидии достигают 25%. Две трети клиентов госпрограмм выбрали кроссовер Creta. Соответственно, оставшаяся треть кредитов за минувшее лето выдана на покупку седанов Solaris. А всего через госпрограммы была продана почти каждая вторая машина Hyundai. Из общего числа кредитов большая часть пришлась на программу «Семейный автомобиль». Напомним, что ею могут воспользоваться семьи, в которых воспитывается хотя бы один несовершеннолетний ребенок. На втором месте программа «Первый автомобиль». Этот механизм подходит начинающим водителям, которые ранее не имели машин в собственности. Кроме того, с 1 июня стартовала новая программа «Автомобиль в трейд-ин». Чтобы машину приняли в счет первоначального взноса, она должна быть старше 6 лет и находиться в собственности клиента не менее года. Наконец, возможностью выгодно приобрести автомобиль воспользовались 560 медиков. Для них действуют особые условия по программе «Автомобиль работникам медицины». Для участия в ней заемщик предоставляет водительские права и документ, подтверждающий занятость в государственной медицинской организации. Добавим, что марка «Хёнде» продолжает участвовать во всех программах автокредитования с государственной поддержкой. Банками-партнерами «Хёндефинанс» выступают Сителембанк, Совкомбанк и Русфинансбанк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова